В преддверии повышения тарифа на проезд в интернете все чаще появляются видео с нарушениями водителями общественного транспорта, правилами дорожного движения. Довольны ли горожане качеством обслуживания, расскажет наш корреспондент. На видеохостинге YouTube появилось шокирующее видео, в котором водитель 118 автобуса едет за рулем, разговаривая по мобильному телефону. На кадрах можно увидеть, как он держит руль только локтем занятой руки. Это видео – очередное доказательство отсутствия культуры вождения у водителей автобусов. Они постоянно подвергают угрозе жизни десятков пассажиров, превышают скорость, разговаривают по телефону, курят за рулем, резко тормозят – это малая часть претензий к водительскому составу перевозчиков. В преддверии подорожания тарифов на проезд до 70 тенге наша съемочная группа попыталась узнать у карагандинцев, довольны ли они качеством обслуживания в общественном транспорте. «Обслуживание автобусом недовольно и поднятием ценам я недовольна». «А что именно конкретно вас не устраивает в обслуживании?» «В обслуживании? Ну, автобусы грязные, потом не вовремя ходят, сейчас очень плохо. Раньше при советской власти они ходили 6 часов, а сейчас 7 начинают ходить и вообще какой-то уже порядка нет. А кондукторы не объявляют остановки. Полный бардак». «Ну, бывает иногда он так, он едет медленно и пытаются на него запрыгнуть, он еще возмущается, ничего не залазите. А они говорят, ну вы же едете, как мы будем залазить?» «Ну, вот такое бывало, видела. Некоторые кондукторы иногда бывают там, ну, психуют. Я понимаю, у них тоже тяжелая работа, вот это за всем уследить. Но с одной стороны, какая есть, все равно работа, надо же все равно субординацию соблюдать, не кричать, не ругаться. Бывают некоторые ругаются, кричат». «Не очень. Что именно они устраиваются?» «Хамское отношение иногда некоторых кондукторов и порядок, частота не соответствует тому сервису, который положен. Ну и автобусы довольно-таки старые». «Претенди нет, все нормально?» «Нет». «А чем они устраиваются?» «Ну, грязные в основном». «Я очень редко езжу, мы из региона, поэтому…» «Ну, как бы, да, в принципе, у нас как бы места всегда есть, поэтому…» «Когда не изменяется, это в плохом состоянии постоянно». «А что именно вас не устраивает?» «Вы не заметили?» «Да». «Естественно». «Устраивает качество обслуживания в наших автобусах?» «Да, вполне». «Все устраивает?» «Да». «В 37-й очень плохо ходит. В 33-й, вот я на ЖБИ живу, в 33-й, ну, не так, как сказал бы, что плохо. Ну, пойдет. В 55-й тоже по часам. А в 37-й вообще плохо сильно ходит. В субботу там вообще два автобуса дают. Ну, один автобус здесь сломался, то в 37-й не дождешься». «Стоит надеяться, что качество обслуживания у наших перевозчиков изменится в лучшую сторону. Если вы увидите какие-либо нарушения в автобусе, загружайте видео на YouTube и присылайте в группу нашего телеканала в социальных сетях. Серегжан Маулитбай, Бауржан Алипов, Асата Абидулов, Первый Карагандинский.